всем привет друзья я часто гуляю мимо вот этого огромного особняка вот такого двухэтажного старого дома который выглядит очень красиво и я вам никогда не рассказывала он расположен здесь на побережье стоит на высоком холме видите какая консерватория у него и вот это сад тут такой красивый вокруг и рядом церковь англиканская так вот именно в этом доме живет английский епископ епископ по английски бишоп так вот здесь живет как раз бишоп и я уже к сожалению забыла его имя я только знаю что я здесь была с мужем самый первый раз когда я приехала в англию и вот муж мой очень хотел ускорить нашу свадьбу и он в общем приложил все усилия чтобы в течение месяца нам разрешили расписаться и вот как раз именно вот этот бишоп он должен был дать свое добро на наше венчание потому что кто же я уже рассказывала об этом но кто не слышал повторю что здесь в англии можно венчаться в церкви и можно проводить бракосочетание вот таких местах как мэрия или как вот наш загс называется и значит и там и дают сертификат свидетельство о браке и совершенно нет никаких различий здесь это это считается как государственная регистрация и через церковь тоже у вас брак законный и ваше свидетельство о браке выданная в церкви тоже абсолютно законная так вот единственное что что если вы хотите регистрироваться в английском загсе то вы должны ждать там в течение трех месяцев после подачи заявления а вот в церкви вас могут обвенчать буквально как только епископ даст свое разрешение и вот я помню что муж мой настоял попросил своего друга чтобы нас как можно быстрее обвенчали и мы пришли и этот епископ бишоп стал мне задавать вопросы интересоваться почему я решила вдруг женит замуж выходить за английского джентльмена почему я вдруг решила вот так вот 54 года поменять полностью свою жизнь переехать новую страну и я помню тогда с моим очень плохим английским я так нервничала я думала как же я смогу все это объяснить боже мой ну рядом сидел мой муж он мне пытался помочь но не муж тогда еще а жених вот рентон он мне пытался помочь всеми силами он меня поддерживал конечно он был самый первый заинтересованный человек чтобы нам разрешили венчание и я помню что я когда сказала ему этому священнику бишопу епископу что ай част вон тубе happy но это очень легкая фраза и по-английски вы даже с плохим знанием английского можете понять имеется ввиду я просто хочу быть счастливой и я сказала и тест вон тубе happy и я его тогда я помню сразила наповал он так умилился и сказал что ну конечно каждый человек хочет быть счастливым а вы уверены что вы будете здесь счастливы я сказала что я надеюсь но и тут рентон вступил сказал что да я приложу все усилия и вот так вот нам священник дал добро на наше венчание это было интересно еще я помню меня тогда удивило что он не задал мне ни одного вопроса по поводу моей веры что я вот не отношусь к англиканской церкви а что у меня русская ортодокс вера и вот я помню потом уже даже я когда стала удивляться вот этому не спросила у мужа я говорю я то думала что если нас будут венчать я другой веры чем ты это я должна свою как бы веру поменять на твою но он сказал что нет англиканская церковь это такая же христианская церковь как и ваша православная это вот все одинаковые какие-то виды христианства поэтому все это считается ну как бы одно я тогда особенно не заморачивалась и не вникала честно говоря потому что вы знаете тут наверное тоже многие спросят а как же вот вы венчались если вы в бога не верите церковь другая вот вам объясняю что здесь в англии это как-то вы знаете совершенно без проблем и даже многие неверующие англичане а их здесь сейчас очень много кто не верит в бога то они спокойно тоже венчаются именно по той причине если не хотят долго ждать ну и потом некоторые говорят что венчание в церкви намного красивее торжественнее поэтому предпочитают вот именно такое венчание вот это было больше десяти лет назад и уже тогда в этом доме этот бишоп жил один совершенно и вот дом огромный я тогда помню поразилась когда он нас завел в этот дом и он шел впереди сказал following me следуйте за мной и мы шли очень долго по каким-то узким коридором но это как обычно в конце концов зашли в его огромный кабинет и вот там он нас усадил в какие-то старинные кресла и мы стали разговаривать для меня тогда все это было вы знаете но совершенно какая-то другая жизнь настолько было интересно это все вот и я все это помню затаив дыхание смотрела наблюдала так вот к сожалению я не знаю что случилось с этим священником сейчас я не рискую честно говоря вот даже недавно я гуляла тут мимо и хотела постучать и зайти увидела что стоит автомобиль хотела постучать спросить но так как я не помню даже его имени и мне напомнить то некому как звали этого священника поэтому думаю ну как же я вот он меня может быть уже и не помнит как я буду ему объяснять в общем я не рискнула зайти туда но тогда я помню меня поразило когда он сказал тут в разговоре с нашим когда мы уже стали чай пить когда он уже дал добро и подписал там какую-то специальную гербовую бумагу очень такую серьезную знаете натисненной бумаги какой-то выпуклой вот и мы сели с ним пить чай с рентоном и с ним и они стали между собой разговаривать и вот он сказал что после того как умерла его жена он остался здесь один а до этого когда они воспитывали детей у них было по моему трое детей дети выросли дети все уехали на материк и у него есть также внуки но они практически к нему не приезжают приезжают как это у них тут заведено один раз в год на рождество на один день а так он все был один и знаете такой очень подтянутый такой знаете породистый тоже мужчина этот хотя он был уже в возрасте но очень величавый мне он тогда конечно как-то очень понравился и он меня поразил своей внешностью вот такой величественный просто действительно английский джентльмен и еще вот это его черная ряса до до полу знаете и такой маленький беленький воротничок а больше ничего крест и какая-то книга у него была в руках но скорее всего что библия вот тогда я помню было мне это все очень очень интересно я нашла фотографии в интернете этих английских епископов как они выглядят в своей праздничной вот такой вот одежде это праздничный наряд английский бишоп а вот и в повседневной жизни это конечно же не тот священник с которым беседовала я у меня его фотографии конечно же нет я просто хочу вам показать потому что многие интересуются спрашивают вот почему вы не показываете фотографии вот ну вот поэтому и показываю и поэтому еще раз объясняю и заостряю ваше внимание что не все фотографии которые я вам показываю они действительно именно из того времени о котором я говорю ну и также я показала вам два совершенно разных океана это вот на первой минуте вот такая вот серая погода и океан не очень выглядит замечательно и потом с третьей минуты это уже океан в хорошую погоду когда бирюзовая вода и я надеюсь что вам тоже интересно это посмотреть насколько разный бывает океан а вот сейчас опять же я делаю свою съемку с нашего двухэтажного автобуса надеюсь что вам тоже так же интересно посмотреть вокруг и еще хочу одну вещь вам показать смотрите меня поражает вот это вот написано пожалуйста садитесь возле окна там где вид самый лучший нормальная надпись да вот не знаю опять же как вас друзья но меня просто ввела в ступор вот это вот красивая такая табличка где людям предлагается со знаете с уважением пожалуйста садитесь на те места где в наиболее хороший вид из окна то есть вот я никогда например не встречала в российских автобусах или в трамваях или где-то где-либо еще в транспорте чтобы писали вот такие вот красивые таблички у нас я помню если табличка какая-то то значит обязательно угрожающие запрещающие не разрешающие не курить не сарить тут не садиться там не стоять вот понимаете вот такое вот опять же насколько разная жизнь и отношения к людям вот кто-то меня спрашивал а что вам нравится в англии почему вы здесь живете вот повторяю еще раз вот то и нравится что отношение к людям совершенно другое уважительное к любому человеку да есть в англии много минусов много сложностей проблем особенно с жильем ну и вообще вот с той же самой водой с теми же самыми проблемами дороговизны но вы знаете вот я об этом свое видео недавно сделала там меня опять забросали тапками что не так но я продолжаю оставаться при своем мнении и я говорю то что я вижу это что действительно есть что есть то есть а вот положительные моменты из-за чего я именно и люблю эту страну и почему я остаюсь здесь продолжаю жить самое главное это отношение к людям уважительное нигде почти никогда я не слышала какого-то хамство по отношению к вот к себе или кому-то еще в любом магазине где-то на улице на дороге всегда к друг другу люди относятся с большим уважением всегда несколько раз вам скажут извините если вдруг что-то всегда скажут пожалуйста и в общем понимаете это все именно качество жизни для меня важная не только в том что вот должно быть много денег чтобы жить хорошо а вот просто вот такое вот отношение к любому человеку и еще пожалуй самое главное и наиболее важное для меня это то что здесь никогда вам не скажут и не укажут на ваш возраст здесь просто это считается самым дурным тоном если кто-то скажет что вот там куда ты прешь старая или кто-то тебе напомнит что ты уже вот пенсионерка понимаешь и тебе надо дома сидеть как у нас бывает часто но вот если кто-то будет со мной опять спорить но я наверное буду рада если вы живете в таких местах где уважают стариков но понимаете в большинстве городов российских насколько я знаю уже старики отработанный материал и они никому не нужны понимаете вот человек который вышел на пенсию он уже считается ну просто понимаете он просто коптит зря небо он никому не нужен никому не интересен и стараются поскорее от него избавиться а здесь отношения совершенно другое здесь любого человека до любого возраста уважают считают полноценным членом общества и люди естественно ощущают себя именно так если вокруг вот такая вот атмосфера я не знаю почему-то у нас считается что вот если человек на пенсии если 50 плюс а уж тем более 60 плюс значит обязательно ты уже должен выкладывать свои фотографии с внуками на грядках и если ты говоришь о своей личной жизни то это даже не приветствуется и все осудят те же самые пенсионеры осудят да как это надо внуках думать то что это но в принципе понимаете опять же никому ник ничего не навязывая у каждого своя жизнь у каждого свое восприятие я вот например не собираюсь никому навязывать свою точку зрения по этому поводу но вот когда мне начинают писать вот тоже такое переходя на личности что это я вот вместо того чтобы внуков воспитывать о внуках думать а я тут еще что-то про мужиков ну да вот я считаю себя 60 плюс вполне еще активной и наверное может быть именно из-за этого ну вот мне так нравится англия что здесь такие люди как я активные позитивные и занимаются собой своей личной жизнью не забывая конечно о детях и о внуках тоже но это не главный приоритет в жизни здесь вот английских пенсионеров они начинают заниматься собой они как-то уделяют больше времени именно паре своей вот это мне здесь очень нравится так что в любом месте в любой стране есть и плюсы и есть и минусы каждый ищет что наиболее ему нравится что наиболее подходит вот например недавно тоже слушала родиона газманова сына олега вазма газманова помните который песню пел люси он уже вырос ему слава богу 38 лет так вот он тут делился как-то рассказывал тоже на ю тубе и сказал что вот он когда учился его отправили в англию конечно же учиться как у вас сейчас модно у тех у кого есть деньги предпочитают своих детей отправлять учиться в англию ну и вот ради он тоже рассказывает свои впечатления он говорит что ему там не нравилось что постоянно он там мерз я имею ввиду здесь в англии постоянно он замерзал везде холодно не привык вот несмотря на то что у него как бы наверное все таки были деньги и и все равно человек замерзал и в квартирах этих неотапливаемых и тоже подпромозглая погода но он говорил наверное все таки о лондоне там действительно солнечных дней мало так же как и на севере англии может быть мне больше нравится именно жить на острове потому что здесь климат совершенно другой ну и еще друзья в конце я хочу вам сегодня опять посоветовать некоторые фильмы которые мне понравились и которые я недавно смотрела но вот первый фильм называется английский пациент это фильм 1996 года совместное производство сша великобритания и и фильм очень интересный конечно если кто-то не видел я советую посмотреть ну и вот второй фильм это полная противоположность английскому пациенту это фильм дрянь называется страна производства великобритания конечно же здесь говорится об одной очень остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями молодой женщины которая бросается на баррикады повседневности современного лондона это действительно такой знаете специфический фильм серия мини сериал мне понравился там есть что почерпнуть и вот именно тоже такой английский юмор присутствует если кому интересно пожалуйста посмотрите и оставляйте свои отзывы что вы по этому поводу думаете какие вам еще нравятся фильмы английские ну вот друзья еще хочу вам сказать пожалуйста не забывайте подписываться на канал ставьте лайки кому нравится ну или уж дизлайки кому как и высказывайте свое мнение я с удовольствием читаю все ваши комментарии а на этом я сегодня с вами прощаюсь друзья надеюсь что то что я вам показала на экране и то что я вам рассказала вам понравилось я стараюсь как-то понимаете по-разному вести каждое свое видео чтобы они не были однообразными но может быть не всегда удается тут уж судить конечно вам а я вас всех люблю я очень ценю то что вы интересуетесь моими видео спасибо вам за ваши комментарии пожалуйста берегите себя еще увидимся всего вам доброго пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok